приветствую вас дорогие мои друзья продолжаем тему заготовочек на зиму на зиму як як вариант будем делать по столу сейчас вы бачите смородинку смородинку черную хочу аромат будем измельчать и измельчать будем комбайне то есть то есть в блендере а 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 смородинку а 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 по ст в смородине ложки убираем и перетираем дальше полбу я не мию пицца смородины сюда же заложаю малинку вот столько перетерла уже смородинки пюрешечки и сюда же сейчас дам перебивать малинку и тоже также перетирать так вот тут у нас малинка такая получилась малиночка наша покажем лопаточкой я уже показала с малины сколько костей скейки в на и косточек даже сейчас вам и покажу вот предыдущие посты у меня осталось вот бачте сколько семян что с нами делать я говорила что байрону штат ютада отправить семена куда семян что с ними делать скраб для тела как вариант да ты можешь сделать с милом и будет скраб для тела ты сделала с виноградной косточкой и делала с кофем взбить перемолоть хорошо все вот мы нашли применение вот 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 мы нашли применение дорогие друзья кто бери мило заказываемые дочери ольги маловар эксклюзивные работы значит если вам нужен скраб для тела вот пожалуйста бачте у нас получается безотходное производство экологически чистый продукт малиновые семена так и будем же так семена собрать я вам буду показывать остальные смородины сколько хотя вот эти семена сколько воно у нас забивают кишечник да и они не перевариваются они же так и выходят первоначально да но у кого слабый переваренный слабо работает желудок то они получается что очень хорошо да дальше идем по факту дальше идем по делу перетираем малинку так значит у нас тут что сделано малина с черной смородиной перетерта а сейчас же я буду делать уже второй вид значит колбу я не мыла после малинки тут сбиваю крыжовничек вот крыжовничек и взбиваю яблочки яблочки белый налив так я планирую субе сделать пока думаю что у нас будет пока буду по отдельности делать то есть там два вида и тут отдельно два вида значит так насыпала вниз крыжовник он лучше будет сейчас взбиваться а с верху накидываю яблоки так как яблоки резали мы просто на 4 части и лучше будет взбивать миксер если бы это делали там помельче яблоки можно было бы перемешать сейчас будет красота такая вкуснячая аромат такой бомбезный яблоки пахнуть крыжовник пахнет да все пахнет все мае свой настоящий аромат мат так крышечкой прикрыли и поехали яблоки 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 обожаю цей процесс но на эксперимент не встречается то есть облегчая круг хозяйки что уничай скорости яблоки там уже чуть-чуть осталось буль-буль-буль И утомлюем. Чем лучше перебить, тем легче менять через цепочку, через терты. Хотя можно было, знаете, сделать отдельно крыжом и его перетирать. Там семена. А яблоки совсем отдельно сделать. Там же штики пюрешка. Там даже шкурочка, которая караика, получается, как и пюрешка. Думаю, у меня все-таки гладит. Вот, сейчас покажу. Вот, получается, такой красивый цвет. Тут яблочки, крыжовничек. Ну что, яблочки начали взбились. Начали взбились. Крыжовник и аромат прямя под киви. Угу. Так, во, вообще тут яблоки и киви, ой, яблоки и крыжовник. Это же вообще база железа. Переварить, то, конечно, там уже... Добавить туда сахар. О, дорогие мои друзья, вы мне писали, что сахар добавляете или мед. Мед не бачу. Надобности туда добавлять. Зачем? Вот. А во-вторых, сахара вообще-то я туда никуда не добавляю. Кузняшка. Долга большая на полтора литра. Вот. Чим лучше переустреться, перебьется и иначе переустреться. Долгу я не мила, так оно у меня осталось. Возле малейницы володине. Не бачу на уровне стены. Надя, невозможно, я буду знищивать. О, крыжовник. Сам крыжовник без ничего перебитый. Бачите, сколько семенов. Все будем перетирать. Значит, тут у меня было первоначально. Почему от розовое, да? Потому что была колба після малинки. Вот. И сюда пішли яблоки. Яблоки с крыжовником. Вот такой цвет даёт крыжовник. Бачите, какой красивый. Тут у нас вот такие яблочки уже пішов цвет. Так. Значит, тут у меня пюрешка с яблок. Сейчас мы ещё раз перетрем. Вот. Будем сейчас колдовать. Как бы нам повкуснее наколотить. И чтобы было какось бы попонятнее, можно вот так в пиалочку взять. Знаешь, пюрешечку. Знаешь, у нас малина и чёрная смородина. Вот. И добавить, например, яблочки. Вот тут у меня будут яблочки с крыжовником. Ну, что-то я планировала по одному. Получается совсем по-другому. Получится два. Тут крыжовник и яблоки. Тут смородина с малиной. И, я так думаю, сделаю, наверное, аж получится три вида пастилы. То есть одна пастила смородина с малиной. Вторая пастила получится яблоки с крыжовником. А третья пастила у нас получится, что я соединю. Соединю и будет три вида пастилы. Ну, я бы так думала, было бы цикаво, коли бы были тут еще плюс вишня. Вишня дреглевана тоже и перебить. Вот смородина, малина и вишня было бы вкусно. А вы, дорогие мои девочки-хозяечки, если вы делаете даже и компот и даже и варенья вы делаете, вот скажите, какие вам, например, сорта, ой, какие виды варенья вы делаете, они вкусные. Это все зависит, от какого региона вы живете, в какой стране вы живете. Возможно, там у вас вишень нема, в некоторых, возможно, там оберкосы не родят. Ни хто не знает, что такое оберкосы. Вот. Так, ну, будем пока колдовать. И я еще говорю, что яблоки, ой, сахар я не добавляю. Вообще не добавляю, ничего не кисло. Естественный вкус пастелин, ничего не добавляю, никакий сахар. Меду я не бачу надобности сюда добавлять. И я это все не варю. Это получается вот так сирим, разливается на листи и сушится. Варить тоже не бачу надобности. Той год я брала, проваривала и сушила в духовке. Обыкновенная духовка, где выпечете там хлеб, мясо и так далее и тому подобное при 50-60 градусах. Ну, да, я уже поняла потом, что оно получается. Варенье повидло, только высушила я уже на листах и скрутила, получается, пастела. Ну, сухое повидло. Ну, тоже было вкусно. Но все морочится, так что лучше уже в банки потом закатать. Вот. Ну, и сделала выводы, что мне лучше было бы так. Полезнее сохраняются все витамины. И я напомню, что клетчатка, пектин, витамины. Ну, еще можно поинтересоваться, в каком яблоке. Например, в яблоке, еще больше в крыжовнику. Например, яблоки, крыжовник, железо. Например, смородина красная, там витамина А больше. У малине больше каких витамин. Вот. И по потребности каждый человек, зная, какие недостатки ее организма, какие ему надо, витамины именно. Комусь для кровеносных сосудин, комусь для глаз, кость, внутренние органы, печенка, сердце, почки и так далее и тому подобное. И уже. И вот. А так будет получше видно, да? Вот так получше. Вот. А смородинка, мы же знаем, что смородина черная, это гемоглобин. Смородину тоже, как бы, например, сохраняют. Мы делали, например, килограмм смородины от джема черного, более красной смородины. И добавляли, например, на килограмм смородины 2 килограмма сахара. Ба-бах. И в банке закатали. Делали, проваривали. Один к двум. А делали даже и в сыром виде. Да, оно вкусно. Но сахар, он вреден. Вот. Сахар убивая 10 процентов иммунитета. И вообще, сахар есть, даже есть и, как говорится, и другие виды сахаров, которые мы употребляем. Да. А столько сахара в варене, это, как говорится, на будущее у нас будет и сахарный диабет. Ну, а если расположенность есть, например, как у меня у бабушки был сахарный диабет. Знаешь, я знаю свои генетические, возможно, будут заболевания у меня. Знаешь, мы стараемся, вот как бы не будь, не как-нибудь, а вот стараемся как-то чуть-чуть себя отстранить от таких возможностей, которые могут быть у нас генетически наш организм расположен. Так, ну, я думаю, по времени или хват, или не хват, и вот это все смешать вам показать. Пока делаем паузу. Так, ну, вот работа уже сделана. Так, где лучше видно. Пюрешечка. Вот такая у нас получилась пюрешечка. Так, это у нас смородина и, 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 и маленько. И получилась у нас пюрешечка, крыжовник и яблочко. Что, попало кусочек шкурочки? Угу, перетирала и десь попались семена. Ну, можно будет еще раз перетирать. Да, видно, что есть чуть-чуть семена. Хотя можно будет еще раз перетирать. Ну, из-за брака времени. Тут не такое количество. Возможно, там есть семена. Ладно, сейчас перетру. Перетру. Вот получается вот такой вид. Если бы был просто один крыжовник, посуду колбу надо было мне помыть. Не было бы этих разводов у нас. Знаешь, вкуснятину. Берем, пробуем. Скільки нам придется кинуть. Например, який будет вкус. Да, яблоки с крыжовником получаются ридше. А вот это прям густая. Самородина с малиной. Прям густоватая. Вот так можно уже пробовать. Или нам 60 на 50 сделать. Или нам сделать, например, в каком-то процентном соотношении. Что мы отдаем предпочтение, например, чему больше. Скорейше всего. Скорейше всего, что надо будет сделать. Например, две третьих яблоко. И одну третью смородины. Смородина сильно концентрирована. Прям такая вона. Смородина есть смородина. На ней аромат сви есть. И будем делать. Я еще раз наглушаю. Что это все делается без сахара. Без сахара. А чего делается без сахара? Ознакомьтесь, пожалуйста. Что по столу всегда делают спивших. Або даже и переспивших. Например, оберкоз, слив. Вот тогда, естественно. Дозрели. Да, дозрели. И глюкоза, сахароза. Это все есть. И думаю, не надо. Ну, так как вычня дает свою кислоту. Я думаю, сюда даже не надо сахара. Вот смородина с малиной. Не надо сахара. Дуже вкусно. Все. Вот и все. Ну, сделаю я. Вот раз по столу. Два разляю. И вот такую смешанную. Будет три. Только сюда 50 на 50. А одну треть у меня будет смородины. И две третьих у меня будет яблоко с крыжовником. И все, дорогие мои друзья. Дивиться в следующем видео. Я не знаю, как у меня тут получилось. Потому что процесс работы работался. Включалось, выключалось. Включалось, выключалось. Все в одном видео. Вот. А яка будет дальше по столу. Вы уже дивиться. Вкус бомбезный. И есть видео, где я уже рулончики показывала по столу. Рулончики. Рулончики, да. Батончики, рулончики. А мы их даже эти рулончики вот так хаотично взвернули. А потом ножничками раз отрезав соби. И тям-тям. Раз кину, покушаю. Все. Сахара не добавляю. Вот. Ну, все, дорогие мои друзья. Аж 20 минут времени по постели. Пищить. А я буду вот так по возможности сняла. Ну, это тоже занимает времени. Я бы сейчас уже половину какой-то работы сделала. Я так раз-раз и опять отснимаю. Даже пообедала. Даже. Да. Вот. Детвора я снимала. Як перетирала. Детвора моя тут рядышком стукала, кушала. А у меня осталось мясо печеное и рагу. Что ждем она. И у нас диетическое. Диетическое. Что, хочешь показать диетическое рагу? Ну, давай, ладно. Давай сюда миску покажем. Давай. Рассказывай. Так. Ну, и что у нас? Миска, посуда у нас чья, Николаевна? Айкук. Айкук, да. В ней сохраняются... Сколько витамин? Сохраняются в ней витамины. Всі, да. Ну, готовиться Айкук. Закипело, все. Выключили, закрыли и запаялили. Ну, тут можно 10-8 страв готовить одновременно. Ну, то есть, то уже другая история. Да. Посуда тоже у нас не та самая. Сейчас я говорю, вот такое у нас диетическое блюдо. Что у нас тут? Картошечка, капусточка, морковочка, кабачочек. И что? Даже мама не посолила. Я не посолила. Кинула пару перчинок. И что? Горошин перец и все. Горошин. И лаврушку я достала. Ну, потому что лаврушка, да я говорю. И все, пока зеленухи мы сюда не кидали. А мы уже соби, как ставим на тарелку, мы уже присыпаем. Оце я все одновременно сюда закинув. На медленный огонь. А, воно закипает. Крышкой накрываешь. Как я делала? Знаешь, кабачки, капуста, морковка. Бабац туда. Картошку я порезала. Отварила отдельно, потому что она молода, выделяя яд. Все. Отварилась картошка, все туда бабах. И получается вот такая рагу, не знаю, как называется. Но диетологи меня поймут. И... Диетологи меня поймут. Так. Ну, а может не поймут, так как у нас. Вот тут. Мы просто соби упрощаем жизнь. Тем более с такой посуды, я же сказала, одновременно. Больше можете варить, как? Капусту, картошку, буряк, морква, цибуля. Ну, кто что кидает. Там томаты. Ну, это уже... Закидал. Накрыл картошку, и оно стушилось, залив воду, и все готово. В общем, мы соби упрощаем жизнь. Вот такое у нас диетическое блюдо. И просто запечене в духовке, в рукаве мясо. Мясо тут просто мясо. Я взяла приправа моего, обтерла. И соль. Мясо курицы. Все. Мясо курицы. Кто хочет узнать, что это за такие красивые были курицы, это были наши юрлаки. Юрловские голосистые. Юрловские голосистые. А там меня поджидают. Зарезала два петуха мини-мясных. Да, мы чередуем. Вот такая у нас еда. Вот такая у нас еда. Кто меня не понимает, кто не хочет со мной лететь на мою планету Уран, знаете, что можете ставить петерочки в Фейсбуке, в Одноклассниках. Тоже можете писать, я там кинула тему. Ну, кто этого не понимает, значит... Ставьте нам дизлайки, пальчики вниз. Ну, и отписывайтесь, если вам не интересно. Я тоже не понимаю, если женщина курит или пьет пиво, я тоже не понимаю, я не воспринимаю. А вы не можете воспринять, как это вкусно. Это вкусно, это полезно и это вкусно. Даже без заменителей. Так что, дорогие мои друзья, кто со мной на корабль, на ракету, там, конечно, обмежено. Это количество людей. И, и, и... Не переживайте, если вы с нами политите, забирайте эту кастрюлю, эту миску. Аба. Да. Да. Я вам показываю. Ну, забери ее очко. Еда космонавтов. Еда космонавтов. Да. Еда космонавтов. Что у нас тут? Еда космонавтов. Вот это только что? Я вот сол тямкаю. Клеточное питание компании Рейн. Это у нас сол. Сол достаем. Вот этот. Что? Вот этот мий кор. Да. И мий желтенький бенд. Осторожно, потому что я его доцямкаю. Все, уже нема. Вот. Ну и пьем же мы пробиотик каждое утро. А, пробиотики я вот в стаканчик собесла. Так, высыпи его уже там. Каждое утро мы уже возьмите. У меня ложечка стоит. Я себе в баночке размешала пробиотик пол-литровый с дочкой. Бац-бац. Размешали, выпили. Вот такие застежки. Есть. Да. Ну достань же бенд пускай подивляться. Бенд? А, я уже его спрятала? Ну да. Не, он вторым. Вот бенд. Да говорю, брось да пускай дивляться, что мы его употребляем. Вот и все. И вы скажете, что нам с собой взять?